Всем привет! Сегодня речь пойдет о Dolly Zoom, он же Vertigo эффект. Если вы не знаете, что это и как он выглядит, то выглядит он вот так. Изначально этот эффект создавался на этапе съемки, то есть лишь с помощью камеры. Для этого оператор должен был двигаться по направлению к объекту и при этом уменьшать зум на объективе. Либо же двигаться от объекта и с помощью зума приближался к нему. Таким образом, даже при удалении или приближении камеры, размер объекта в кадре оставался одним и тем же. Но при этом фоновое изображение, то есть весь фон вокруг объекта, он либо сжимался, либо растягивался. Этот эффект подчеркивает, например, состояние героя. То есть создает эффект либо головокружения, либо опьянения, либо очень четко концентрирует внимание на герое. Хотя периодически этот эффект используется и без какого-либо центрального героя. То есть просто, может быть, какой-то пейзаж или, например, коридор. В общем-то, неважно. Но такой способ требует определенных операторских навыков, которые есть не у всех. И как минимум камеру со сменными объективами. И объектив должен быть с кольцом, регулирующим фокусное расстояние, что также есть не у всех. Поэтому сейчас я вам покажу, как сделать этот эффект в DaVinci. Причем в бесплатной версии. И что самое прекрасное, помимо того, что он доступен в бесплатной версии. Вы можете его сделать вообще в любой другой монтажной программе. А также абсолютно неважно, на что вы будете снимать. Пусть даже на просто мобильный телефон. Единственное, что еще хотелось бы отметить, прежде чем мы начнем, это то, что футаж, с которым вы будете работать, должен иметь запас по разрешению. Допустим, вы в конечном итоге будете выгонять ваш ролик в Full HD. То используйте футаж хотя бы 2К. Потому что мы в любом случае будем использовать Zoom уже на постпродакшене. Соответственно, футаж будет терять в качестве. Для того, чтобы это было незаметно, должен быть запас. А вот если вы будете выгонять все это дело в 4К, то желательно снять футаж в еще большем разрешении. Кроме того, я хочу сегодня показать, как сделать этот эффект двумя разными способами и на двух разных типах футажей. Подробнее в самом ролике. Ну что же, друзья, давайте начнем. Ну что же, друзья, давайте начнем. И я подготовил для вас несколько футажей. Начнем мы с варианта попроще. Здесь у нас в кадре просто мужчина. И на него двигается камера. В конце камера двигаться перестает, поэтому давайте обрежем этот футаж. Я думаю, где-то здесь движение камеры прекращается. Для того, чтобы просто эффект был более заметен. И смотрите, у нас есть несколько вариантов, как я уже упоминал, сделать данный эффект. Начнем с варианта попроще. Он более понятный. Во-первых, давайте сделаем копию вот этого видосика и пока ее отодвинем. Смотрите, если посмотреть на кадр в самом начале и в конце, то у нас видно, что из-за приближения камеры объект в кадре стал крупнее. Соответственно, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно здесь использовать зум, так чтобы размер главного объекта в кадре оставался одинаковым, хотя бы приблизительно. Поэтому давайте пододвинем начало копии футажа к окончанию оригинала. Сейчас я вам объясню для чего. Во-первых, здесь давайте сделаем этот футаж чуть более прозрачным для того, чтобы подогнать размеры. Видите, мы сейчас видим примерно оба футажа. И вот здесь давайте увеличим и посмотрим, где они будут совпадать. Вот здесь примерно у нас совпадает размер. И у нас получается, что значение зума при этом 1,13. Отлично. Копия нам это больше не понадобится. Так как у нас идет приближение, нам нужно вначале увеличить, а в конце оставить размер оригинальным. Поэтому переходим в конец и здесь ставим. Здесь ставим просто ключевой кадр. Побежал уже увеличивать. А вот здесь нам как раз таки и нужно сделать 1,13. Опять же, эти значения нужно вычислять для каждого случая отдельно. Потому что, ну, сами понимаете, вы же не будете всегда снимать одинаково. И смотрите, что у нас получается. Вот у нас уже есть эффект доли зум. У нас объект остается одинакового размера. А вот для фона угол обзора камеры как будто становится шире. По-моему, получилось очень здорово. Теперь давайте сделаем немного другим способом. Результат также будет немного отличаться, но эффект будет не менее от этого интересным. Возьмем вот эту копию футажа, вернем на место его прозрачность. И в этот раз мы пойдем во Fusion. Теперь здесь нам понадобится планар-трекер. Давайте сделаем вид, что лицо — это плоскость. Да, это очень-очень условно, но рельефом лица можно пренебречь. И давайте выделим примерно вот так на лице. Теперь нажмем кнопочку Set для того, чтобы установить референсный кадр. Учитывая, что футаж небольшой, референсный кадр может находиться где угодно. Если у вас футаж будет длинный, поставьте референсный кадр ближе к середине. Так удобнее тречить и будет меньше ошибок. Хотя если у вас движение в кадре плавное, то я думаю ошибок и так будет минимум. Тем более, что планар-трекер в DaVinci работает прекрасно. Здесь можно оставить значение Point, но я переключусь на Hybrid Point Area. На самом деле выбирайте тот вариант, который в вашем случае отработает лучше. Вот и все. И теперь просто нажимаем трек вперед. Теперь нажимаем Go для того, чтобы перейти в референсный кадр, но можно это сделать и вручную. И нажимаем трекинг назад. Готово. Мы получили трекинг. Теперь меняем Operation Mode на Stabilize, как ни странно. Теперь нажимаем Compute Stabilization. Он достаточно быстро просчитывается. Теперь переходим в Crop и выбираем Auto Crop для того, чтобы заполнить края, потому что у нас увеличился скейлинг. И теперь давайте проиграем, что получилось. Давайте я увеличу немножко окно для того, чтобы было лучше видно. Эффект в чем-то похож. Выбирайте тот, который вам нравится больше. А сейчас я вам покажу еще один вариант, только со вторым способом. Там немного другой тип футажа, и поэтому результат также будет отличаться, но смотрится тоже очень интересно. Смотрите. Давайте удалим сразу отсюда звук, чтобы он не мешал. Здесь другой тип футажа, потому что здесь камера стоит, а вот объект двигается. Давайте его для начала обрежем. Футаж достаточно длинный, и этот эффект никогда не переменяется в случаях, когда главный объект выходит за кадр. То есть изначально дуле зума он в целом для статичного объекта и для именно наезда камеры. Но похожие принципы можно использовать и для движущегося главного объекта. Вот что мы сейчас сделаем. Смотрите, здесь у нас поезд выходит за рамки и видео, поэтому давайте мы его вот так обрежем. И вот теперь с ним поработаем. Здесь нам снова понадобится планар-трекер. Ну, я думаю, что очевидно, что здесь мы будем третчить кабину поезда. Давайте ее обведем вот так приблизительно. Я снова поставлю Hybrid Point Area, потому что здесь есть отражение и поверхность такая не очень простая, мне кажется. Я думаю, что этот режим здесь отработает лучше. Хотя можете провести эксперименты и попробовать потретчить в режиме Point. Ставим снова ключевой кадр и третчим вперед. Готово. Теперь меняем Operation Mode на Stabilize. Ну, давайте здесь переключим на Gushion и нажимаем Compute Stabilization. Готово. Теперь переходим здесь в режим Crop и можно сделать автокроп, но он как-то слишком сильно увеличивает размер кадра, поэтому я предлагаю сейчас сделать это вручную. Давайте промотаем самый конец, где поезд получается ближе всего. И здесь вручную просто отрегулируем положение кадра. Увеличим сначала Scale. Видите, у нас увеличивается немножко в сторону, поэтому подвигаем здесь на X Offset. Вот так. Здесь мы уперлись в значение 1,5, поэтому руками выставим 3 и уменьшим, потому что это слишком много будет. Вот ставим где-то так. Видите, внизу немного осталось, поэтому по Y можно подвинуть немного вниз. Я думаю, что вот так будет достаточно. И теперь давайте проиграем то, что у нас получилось. Ну что ж, я думаю, эффект выглядит достаточно интересно. Кроме того, естественно, эту технологию можно применять не только с людьми или поездами, а в целом с чем угодно. Поэтому экспериментируйте со своими фотожами. Я уверен, что у вас все получится отлично. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, видео было вам интересным. Всем пока.